Новости в эфире нашего канала. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах. Расширить меры поддержки семей с детьми, что предлагают парламентарии и согласны ли с этим те, для кого разработали поправки. Ремонт, которого ждали. Один километр московского проспекта, одет в новый асфальт. Проблемы с запуском отопительного сезона есть в Сольвычегодске. По бумагам он официально стартует завтра. А что на деле? Культурную мозаику собирали на пенижской земле. Кто и зачем приехал к нам из разных уголков России? Поддержать мамы малышей, родившихся раньше срока. Благотворительный проект «Белые лепестки» стартовал в Архангельске. Сегодня утром в Соломболе горело судно «Павел Башмаков». Пожару был присвоен высший уровень сложности. Дом увидели очевидцы и сообщили огнеборцам. Это гидрографический корабль. Он не эксплуатируется уже с 2007 года. Возгорание произошло в одной из кают. Но людей на судне не было. Башмаков стоит у причала и ждет своей утилизации. Обстоятельства происшествия устанавливаются. С понедельника в Архангельске началось подключение домов к отоплению. Первыми это почувствовали жители Левого берега. Сегодня началось подключение домов, отапливаемых от Архангельской ТЭЦ. «В первую очередь подключаются Соломбольский северный округ и аэропорт «Талаги». Технологическая особенность такая схема типа снабжения города. Затем районная фактория округ Майская горка. И в последнюю очередь, завтра-послезавтра у нас будет подключение Ломоносовский октябрьский округ, центральная часть города. Полностью весь город должны подключить до конца этой недели. Если батареи в вашем доме так и останутся холодными, то стоит обратиться в свою управляющую компанию или в департамент городского хозяйства. Проблемы с запуском отопительного сезона есть в Сульвычегодске. Официально он стартует 18 сентября. Чтобы это произошло не на бумаге, а на деле, власти города и района прилагают максимум усилий. Проблема с отоплением тянется с 2013 года, когда основная городская котельная перешла в частные руки. И по сей день она находится в ведении компании Котлас Троинвест, которая просто продает тепло Архоблэнерго. Официально именно это государственное предприятие сегодня является гарантирующим поставщиком в Сульвычегодске. Под угрозу начала нового отопительного сезона ставят судебная тяжба между двумя хозяйствующими субъектами. Котлас Троинвест считает, что Архангельская энергетическая компания должна за поставленную еще в прошлом сезоне тепловую энергию порядка 30 миллионов рублей. Есть неоспариваемая часть, которую Архоблэнерго принимает к оплате, это порядка 9 миллионов рублей, она на сегодняшний день оплачена. Есть еще оспариваемая часть, она около 20 миллионов рублей, по которой сейчас идет судебное разбирательство. Архоблэнерго считает, что 20 миллионов рублей Котлас Троинвест выставил незаконно. Точку в этом деле поставит суд. А пока администрация Сульвычегодска ввела в городе режим повышенной готовности и принимает меры для кардинального решения проблемы поиска концессионера. У нас согласован долгосрочный параметр регулирования, в агенции по тарифам и ценам, в правом департаменте пакет документов согласован в Минтеке. Сегодня у нас написано письмо на губернатора и мы ожидаем, что на следующей неделе концессию по теплу мы объявим. Стоимость концессии порядка 90 миллионов рублей, в нее входит строительство нескольких газовых котельных, действующие работают на угле и щепе. К другим темам, материнский капитал вырастет в два раза и около двух миллионов можно будет получить при рождении Троини. И это еще не все изменения в закон о социальной поддержке семей, воспитывающих детей в Архангельской области. Рассмотреть его парламентарий должны уже через неделю, ну а пока обсуждение с экспертами. Реалии жизни таковы, что рождение ребенка увеличивает расходы семьи, но доходы при этом остаются такими же. Потому изменения в закон, если и нужны, то только для увеличения мероподдержки. Депутаты предлагают ввести не только новшества, но и усилить действующие выплаты. Увеличивается размер единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка и расширить с 30 до 35 тысяч рублей. Немного, но все-таки есть плюс. Со знаком плюс и то, что если ранее единовременную выплату могли получить молодые мамы от 22 до 24 лет, то теперь депутаты предлагают расширить возрастной диапазон с 20 до 25. Изменения коснутся и регионального материнского капитала, который не индексировался с 2012 года. Мы предлагаем своим законопроектом трехкратное увеличение вот того первого материнского капитала для малой мамочки. 35 тысяч умножаем на 3 и предлагаем 105 тысяч рублей. Законопроектом впервые предусмотрено ежемесячное пособие неработающим родителям, воспитывающим детей инвалидов с тяжелыми нарушениями развития. В Архангельской области таких 414 человек. И хотя поддержка таких семей полномочия федеральные, решением губернатора и депутатов регион также не останется в стороне. Пусть сумма и в размере, как уже было заявлено, трех тысяч рублей, она безусловно будет помощью для семей, воспитывающих детей именно с тяжелой формой инвалидности. Еще одно новшество касается семей, где рождается сразу троение. В новом законе предлагается беспрецедентная выплата около двух миллионов рублей. Вкопия с ольготной ипотекой и средствами по федеральным программам новоселье станет более реальным. А найдутся ли реальные деньги на такое законотворчество, депутаты успокаивают. Все предпосылки есть. Это и стабильные поступающие налоги, это и которые стимулируют рост инвестиций, это и развитие производства. Все это позволило сегодня областной Казе взять на себя повышенное социальное обзорительство. Изменения в закон о мерах соцподдержки семьи с детьми депутаты областного собрания рассмотрят на сессии 25 сентября. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Регион 29. В правительстве сегодня обсудили итоги весеннего призыва. Он выполнен на 100%. Ряды вооруженных сил пополнили 1010 новобранцев. Больше всего желающих из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Коряжба и Котласского района. Большинство бойцов отправились служить на военно-морской флот, воздушно-космические силы и сухопутные войска. 10 новобранцев пополнили президентский полк. Меньше стало тех, кто повторно отправляется на медицинское обследование. В этом комиссарате Краснодара... Большое внимание в Поморье уделяется и до призывной подготовки. Активно развивается всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». В регионе создано 136 отрядов. «Белые лепестки – дети, которые спешат жить». Выставка с таким названием откроется не в музее, а в областном перинатальном центре. Она должна помочь женщинам, чьи малыши родились раньше срока. Цель – показать молодым мамам, что с последствиями преждевременных родов можно справиться. Стать причастным к выставке может каждый. Как именно, расскажет Наталья Пулина. Машинки и паровозы – любимые игрушки двухлетнего Гриши. Он, как и все дети, любит общаться со сверстниками и познавать мир. Но за детство сына Светлане Незговоровой пришлось побороться. Мальчик родился недоношенным. 26 у меня было недель, когда воды отошли у меня ночью. И мы с утра поехали, позвонили по скорости с мужем. Я поняла, что тут не в порядке, и поехали в роддом. Каждые три часа приходила врач, контролировала его сердцебиение. Раз в неделю было УЗИ, постоянные КТГ. Все это, все время, в общем, весь этот месяц. Гриша появился на свет весом чуть больше полутора килограмм. Сегодня мальчику два года, и он практически ничем не отличается от ровесников. Разве что вес до сих пор набирать неохотно. Тогда, находясь в больнице, поддержку Светлана искала в интернете. А сегодня сама стремится помочь женщинам, чьи малыши спешат жить и приходят в мир раньше срока. А она и еще 50 мам-торопыжек станут героинями фотовыставки, которая откроется в перинатальном центре. Сегодня крок со всего региона выхаживают именно там. Процент выживаемости таких малышей переваливает за отметку 70, что соответствует общероссийским показателям. 800 грамм, около килограмма, чуть меньше, чуть больше. То есть, в принципе, уже прогнозы неплохие. Но исходы бывают разными, потому что есть очень маленькие сроки, есть уже пограничные и совсем хорошие для выхаживания этих детей. Но даже совсем малыши мы как-то все равно стараемся и маму поддержать, и надеяться все-таки на лучший исход. Светлана и еще 50 мам, чьи дети когда-то родились раньше срока, объединились в проекте «Белые лепестки. Дети, которые спешат жить». Автор проекта Екатерина Суворова поделилась, что фотоработы станут постоянной выставкой в областном перинатальном центре. Такие снимки могут стать наглядным примером того, что все может быть хорошо. Что последствия недоношности преодолеваются, стираются. И мамы, с которыми мы общались, говорят, что им очень важно было, чтобы кто-то им сказал, что все будет хорошо. Для воплощения задуманного, конечно, нужны деньги. На аренду студии, на печать фотографий, а также на торжественное открытие, которое запланировано на 17 ноября, в Международный день недоношенных детей. Помочь можем и мы с вами. Поддержать проект можно на платформе планета.ру. На сегодняшний момент собрано всего 10% от нужной суммы, а на сбор осталось всего 5 дней. Наталья Пульна, Денис Линчевский, Регион 29. В Архангельске продолжается ремонт дорог. Завершены работы на проспекте Московском. Участок от Павла Усова до Уринского практически полностью отремонтирован. Работы обошлись в 40 миллионов рублей. Это деньги городской казны. Что еще не доделано, Анна Рязанова расскажет. Ямы, сломанная подвеска. А еще пробитые колеса, иногда разбитые бампера и постоянные пробки. О неприятностях, которые доставлял участок от Павла Усова до Урицкого на Московском проспекте, водители могли говорить долго. Так было еще месяц назад. Сегодня на дороге, не знавшей ремонта с 2007 года, полностью заменено покрытие. На счету пробовать не знаю, но ездить вроде получше стало. Протяженность 1 километр, ширина 12 метров, общая площадь 14 тысяч квадратов. На ремонт участка дороги вместе с обустройством тротуаров ушло 40 миллионов рублей. Деньги из городского бюджета. Гарантийный срок 4 года. Подрядчик уверяет, покрытие надежное, должно прослужить даже дольше этого срока. Здесь применена щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, которая гораздо долговечнее других типов асфальта. Также здесь был установлен монолитный бортовой камень, который также служит гораздо дольше, чем обычный составной бетонный камень. И установлены плавающие люки. Здесь остались работы по асфальтированию съезда. В принципе, на 90% работы уже выполнены. Осталось нанесение разметки. Но, в принципе, я думаю, что это значительно ускорит передвижение по данному участку, поскольку ранее дорога находилась в аварийном состоянии. Поменять покрытие на съездах с участка дороги от Павла Усова до Урицкого на Московском планируют до конца этой недели. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Регион 29. Только 21 сентября у вас есть уникальная возможность выбрать квартиру от крупнейших застройщиков на выгодных условиях. Все новостройки уже в эту субботу на одной площадке по адресу Архангельске, улица Воскресенская, 99. Выбери свою квартиру в новостройке уже сейчас. Ну а далее у нас реклама. А после расскажем, для кого из северян расплескалась синева вологодских небес и черный юмор за бюджетные деньги. Вернется ли на Ленинградский проспект нашумевшая на всю страну скульптура? Дождитесь. В строительно-инвестиционном холдинге «Аквилон Инвест» 7 черных пятниц на неделе. Только до 30 сентября получите скидку на квартиру в новостройке до 300 тысяч рублей. Спешите. Количество квартир ограничено. Звоните 46 50 54. Код города 8182. Миковая выставка «Зимняя сказка». Цветная норка 58 тысяч рублей. Скидки 40%. Архангельск. С 10 по 22 сентября. ТЦ «Корона». Выгодное предложение. ЖК «Новый квартал. Корпус 1». Двухкомнатные квартиры 2 миллиона 600 тысяч рублей. Трехкомнатные 3 миллиона 100 тысяч рублей. Удобные планировки. «Чистовая отделка». Подробности по телефону 65 69 49. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем новостной выпуск. И прямо сейчас в Карпогоре проектом «Пинежье сказочное» заинтересовались гости из разных уголков страны. Они приехали для участия в федеральном семинаре как победители конкурса «Культурная мозаика. Партнерская сеть». Что и для чего показали гостям, узнаем прямо сейчас. Хлебом с солью накормить, да в хороводе закружить. Встречая гостей, пинежане как бы намекают, этот день запомните надолго. Федеральный образовательный семинар собрал в Карпогорах 35 проектантов из 18 регионов России. Все они победители конкурса «Культурная мозаика. Партнерская сеть». Это люди, которые пишут проекты, пишут федеральные проекты. И проекты, которые поднимают общественную активность, которые формируют гражданское общество. То есть люди – это руководители федерального проекта «Культурная мозаика» в своих территориях. А на Пинежье приехали, чтобы перенять интересный опыт. Но где еще мы найдем уникальный семейный музей, где переплелись разные эпохи и вехи истории. Хранитель, краевед Виктор Мерзлый рассказал гостям о еще одной задумке – строительство дома пинежской прялки. Четверть миллиона уже вложено. Помогают неравнодушные местные жители. Я много материала собрал, изучал пинежскую прялку. И когда я побывал в России на экскурсиях, я понял, что моя экспозиция созрела, чтобы создать музей малой формы. А затем участники федерального семинара посетили новую площадку под так называемым Белым домом. Ее построила местная молодежь в рамках проекта «Про будущее пинежья», поддержанного президентским грантом. Молодежь очень инициативная. И ребята хотят делать не только что-то веселое, но и очень полезное. Благодаря этому появляются какие-то пространства для привлечения туристов. Заключительным этапом работы стало посещение воскресной школы при храме Петра и Павла в Карпогорах. Создатель школы Ольга Рябова рассказала о своем опыте написания и реализации проектов как федерального, так и регионального значения. Участники также посетили деревни Шарданем, Веркало и Йоркино. Уезжая, гости шутили. Быть участником семинара хорошо, но приехать сюда туристам куда лучше, что многие и намерены сделать в ближайшее время. Артемий Заварзин, Дмитрий Черноусов, Регион 29. Обычно ее не ищут, но в данном случае пришлось. Деревянную скульптуру смерти, установленную на Ленинградском, а затем похищенную неизвестными, обнаружили накануне. Напомним, с помощью этой малой архитектурной формы администрация города хотела воздействовать на местных шумахеров, нарушающих скоростной режим на аварийно-опасном участке дороги. Сейчас решается вопрос о будущем дамы в Балахоне. Впрочем, кажется, оно уже предопределено. Алексей Карельский все узнал. Архангельск вновь прогремел на всю страну. Правда, к достижениям это сложно отнести. Скорее, к разделу черного юмора. Только ленивый федеральный телеканал не посмаковал историю малопривлекательной дамы с косой. Напомним, аккурат в пятницу 13-го на Ленинградском возле торгового центра МАКСИ установили фигуру смерти. В руки малой архитектурной форме вложили не только сельхозорудие, но и знак, ограничивающий скорость автомобилей. На это и был направлен креатив городской администрации. Аспект Ленинградский, как вы знаете, он прошел реконструкцию, отремонтирован. Теперь там у нас четыре полосы. Не все автолюбители соблюдают скоростной режим. До последнего времени, наверное, быстрее всего, как минимум, там было 2-3 аварии. Самая большая авария была, эта легковая машина врезалась в опору освещения перед пешеходным переходом. Благое начинание муниципалитета фигура в Балахоне не оценила. Спустя сутки после установки сгинула. Стараниями неизвестных. Правда, вскоре даму, отдыхающей на задворках торгового центра, заметили прохожие. Сообщили в администрацию округа. Нашли мы ее между торговым центром МАКСИ и САФУ, учебным корпусом. Ну, грубо говоря, в кустах она валялась. Кто ее демонтировал, пока неизвестно. Она сейчас лежит на складе и, ну, грубо говоря, проходит косметический ремонт. Пока смерть наводит марафет, мы спросили у горожан, хотят ли они видеть ее во всей красе. Смешно, конечно, но я бы не поставил такой знак. Чем он вас смущает? Ничем, просто неожиданно ночью его увидеть. Лучше бы вы. Чем лучше? Ну, подзаблежал водителей, что нужно тут скорость сбрасывать. А не слишком пугающий знак? Не, для меня нет. Ну, я хорошо отношусь. Я считаю, что подсознательно все равно будешь сбрасывать скорость при таком знаке. Да, ты едешь там, в общем, на Тейбас такая, не поймешь, смерть косой стоит. Ну, мне кажется, это как-то, ну, еще из бюджета деньги такие потратить. Извините меня, можно было что-то придумать. Поставьте несколько там каких-то знаков других. Не знаю, я бы, наверное, если бы вечером ехала, тоже испугалась. Но вообще так интересно, прикольно. И, наверное, будет как-то останавливать людей. Будут не так скорость сильно развивать на этом участке дороги. Мнения разные, а исход, похоже, один. Город потратил на деревянную скульптуру без малого 100 тысяч бюджетных рублей. И, скорее всего, заставит смерть отработать сумму по полной. Поставят на прежнее место, а чтоб не заскучало, будут периодически перемещать на другие аварийно-опасные участки дорог. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29. Новую высоту взяли архангельские юнормейцы. Наши ребята отправились в Вологодский аэроклуб, чтобы покорить небо. Для большинства прыжки с парашютом были первыми в жизни. Все впечатления в материале Владлины Романовой. Ночная дорога до Вологды – не повод для сна. Пассажиры юнормейцы по море предвкушают утро завтрашнего дня. Песня в помощь. Расплескалась синева, расплескалась. Вологда действительно встретила синевой небес. Все парашютисты прошли предварительную подготовку на базе Центра Патриот. Но перед тем, как прикоснуться к небу, еще раз лекция об основных правилах поведения до, во время и после полета. Но теория никогда не усвоится без практики. Самолет уверенно набирает высоту на расстоянии шага без крайний простор. Свой самостоятельный шаг в небо сделали 33 человека. Неважно, первый или 21-й раз. Под куполом парашюта эмоции всегда зашкаливают. Успешное приземление усиливает их еще больше. Отлично, просто. Она сама управляла до самого приземления. Получился. Так что нравится. И все просто летает, да? Да, мне вообще нравится. Который прыжок уже? Четвертый. Я сегодня совершил 19-й и 20-й прыжок. В принципе, при совершении каждого прыжка пытаюсь акцентировать внимание на каком-то из элементов группировки. Там, допустим, раскрытие купола, управление куполом в воздухе и так далее. То есть, ну, пытаюсь немножко улучшить свои навыки. Шанс улучшителей обрести такие навыки юнормейцам с 2017 года предоставляет региональный центр патриотического воспитания. Активно в этом вопросе помогает Вологодский аэроклуб. Для архангельских парашютистов в этом году уже начал работать при ДСАФ России парашютный класс. И для всех желающих в городе Архангельске можно пройти подготовку и пока еще совершить прыжки здесь, на Вологодской земле. Кроме того, радует подготовка кадетов и военно-патриотического клуба. В регионе продолжается работа по созданию авиационного спортивного клуба. Помощь как раз и оказывает Вологодский ДСАФ. Все желающие совершить прыжок с парашютом могут обратиться в Центр патриот или военно-патриотический клуб «Орден». Владлена Романова, Артемий Заварзин, Анна Резвая, Дмитрий Цивкунов, Регион 29. Такие новости и материалы выпуска уже в нашей группе ВКонтакте. Адрес на экране. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова